намаскар я бы даже сказал намаскар мы по-прежнему хотел сказать стриптиз баре грин холл эту фразу я произнес раз 70 когда была программа дрема сейчас я монтирую там тоже в конце говорю сейчас девчонки из стриптиз-бара грин холл которые уже давно сдохли помашут вам еловыми ветвями и скажут хуй вам хуй вам это значит все больше не будем мы для вас танцевать стриптиз ну а мы спорт клубе премиум-класса x-fit чистые пруды которые хожу уже восемь лет и нет необходимости его менять как убрать зависимость попробую ответить так чтобы ты услышал любое противодействие любая борьба создают еще больше того с чем ты борешься ты можешь что-то побороть как случае с борцами но тут ты должен тут есть определенные техники борьба это некая дисциплина в которой собственно бороть то нечего там нет проблемы там есть игра и ты же вы для тебя как бы то что ты хочешь побороть это некая проблема которую ты хочешь преодолеть проблема ее не существует это просто картинка все что с тобой происходит в этой жизни это зависимость ты всегда зависим от чего-либо сама жизнь сама твоего проживания дыхание кушанье общение тепло в общем все 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 что с тобой в жизни происходит это результат твоей зависимости ты зависим от этих вещей ты не можешь от них освободиться и ты каждый раз приобретаешь какие-то проблемы так скажем не проблема но ситуации в жизни которые что-то в тебе там делают такое что ты хочешь скомпенсировать ну как голод мы компенсируем едой холод мы компенсируем тепло недостаток любви мы компенсируем еще чем-то недостаток понимания общения мы компенсируем алкоголем там наркотиками развлечениями еще чем то всегда находишь что-то от чего ты зависишь есть вещи зависимость которые происходят сами собой как описать покакать поесть ты в этом не участвует что просто действуешь как вот запрограммировано твое тело сопротивляться этому не нужно это зависимость вот ты пытаешься зависимость покакать побороть тебе будет плохо когда ты компенсируешь зависимость какую компенсирует какой-то недостаток в себе не знаю какая у тебя зависимость алкоголь наркотики секс что происходит компенсация ты что-то компенсируешь вот ты поборешь зависимость а как вот это место которое ты компенсируешь пустота вот это который ты заполняешь пока еще по глупости и незнанию заполняешь алкоголем наркотиками играми компьютерными или там азартными играми как она заполнится если ты поборешь зависимость муж у тебя застрелиться тогда нужно будет поэтому пока у тебя другого нету способом заполнить вот эту пустоту которую ты компенсируешь зависишь от этой компенсации ты побороть ты можешь только позволить себе это делать и она сама тебе приведет к правильному решению к той компенсации который не будет для тебя то что компенсирует наркотиками ты например разрушаешь свое тело гормональную систему и так далее потом начать это понимать ход еще же другой путь выходишь из этого ретрита любой ретрит это тоже попытка скомпенсировать свою свои проблемы свои своего страдания люди идут в ретрит чтобы сбавиться от страданий когда ты начнешь пить алкоголь принимать наркотики ты тоже можешь сказать ты уходишь в ретрит некий поиск то сначала тебе будет кайфово потом начнется от такой более жесткий ретрит на самом деле чем випассана там сада начинают например по моему я не был не знаю не буду говорить випассан но это жесткий потому что он более длинный то есть алкогольный ретрит или наркотический он может длиться до пяти лет после пяти лет если ты не усвоил какие-то уроки ситы по-прежнему находишься в этом аду ну ты скорее всего в утиле уйдешь вот это жесткий ретрит из него мало кто выходит просветленным выздоровевшим поэтому то вам предлагаются более щадящие ретриты айваска а два это медитация йога 12 шагов еще что-то какие-то вот монастырь и уйти какой-то ретрит пройти еще там психоделический грибной но они могут помочь да не знаю я не знаю что лучше когда ты сам ищешь не знаю ну тупя пытаясь там совершать такие страшные ошибки уйдя в наркотический ретрит который закончится может закончится очень плохо для тебя жизнь забрать твою например или кого-то еще кто будет с тобой рядом в этом ретрите только принять только позволить себе этому быть только позволить быть всему тому что с тобой происходит побороть то ничего не сможешь позволить потому что все твои проблемы все что ты видишь как проблему в этой жизни это просто картинки картинки который который написано проблема ты рассматриваешь повернул головы нет этой картинки давайте другой вопрос сейчас если ты куришь ты наплевать ских тебе относишься я не знаю это у мамы спроси раз ты такой маленький мальчик спрашиваешь это хорошо это плохо ахи курия наплевать ских тебя отношусь мама с теми кто обижается а ты еще как тебе надо стеки лишь как быть с теми кто обижается а зачем как с ними быть дети обижать счет с ними делать ребенок где обиделся что ты делаешь как с ним быть убить его а купить ему мороженое цветы кто тебя там девушка обижается беги цветы и покупай блять и на коленях умоляй простить веди себя как мудак все будет хорошо ну не будет конечно ничего хорошего и будет казаться что хорошая она впереди ты будешь так вот во имя этого будущее выжить даря цветы этим сучкам которые тебя воспитывают которые обречены на то чтобы до конца своих дней оставаться такими гидрами воспитывать мужчин но это тоже жесткий ретрит вот кстати выйти замуж его жениться ну или выйти замуж в некоторых случаях потому что женщина легче уничтожает мужчин чем мужчина это проще дается жениться вот отличный ретрит замечательный вот из него живыми вообще мало кто возвращает а сама вот про школа мужества супружества побыть 10 лет в браке это не душу пять лет под наркотой это то есть первые два года под наркотиками веселые три года начинаются адские и потом тебя отпускает если ты неправильную компанию выбрал и тебя они в рехаб не сдали то вместе у вас все отпустит легко это вы будете вспоминать что это блин за как она так просто было и прошло просто закончилась любые вот таким наркотические марафоны я просто говорю по опыту и знанию тех кто и по своему конечно же тех кто это проходил ничего страшного с ними не произошло никто не умер как вам обещают все это дорога в одну сторону пиздеж это проходит просто сживается но на примере тех у кого это не то чтобы не проходит просто ну тех кто находится не в неправильной компании в компании где него все осуждают где он по-прежнему чувствует себя одиноким где по-прежнему отсутствует связь с теми с кем он общается с женой близкими так далее вот у него путь в рехаб если компания хорошая если у вас вы правильно по учебнику входите вот это ретрит есть некоторые наставления есть на путьстве как если вы уж решили встать на этот опасный путь то на путьстве в этом смысле они существуют поэтому сначала изучить тему понять откуда они возникли откуда они произошли те или иные вещества которые вы собираетесь принять должны понимать что это и тюрьмой закончится может и и смертью и так далее ну раз уж вы вступили не знаю туда наступили в этот страшный эту бездну то надо по учебнику работать надо изучать этот вопрос должны понимать есть учебники есть такой шульгин например вот у него есть как раз на путьстве как и все должно происходить есть очень много разных личных блогеров которые освещают если уж начали употреблять и не можете остановиться вам расскажут правилам если следует этим правилам можно избежать как раз таки крайностей можно бежать а так она проходит проходит а вот самая жесткая зависимость это конечно же жениться на женщине своей мечты или на женщине который тебе понравилось классная вот ты хочешь такой семье показываешь какая она классная или тебе с нехорошо вдруг первые два дня она тебе и приготовила сказала какой-то классный это говорю мама тебе такого не говорила тебе приятно сразу стало что а потом она начинает поступать как мама четки хуй сосить у тебя сразу триггер срабатывать и кашу ты домой попал а до дома это клетка то есть выбраться от него вроде выбрался из дома до вырвался от родителей тут опять к ней попал и все тебя приковывает припаивает просто лет десять то бывает и до конца жизни ты вот припаян к этой гидре которая вообще уже не женщина у нее одна задача уничтожить тебя раздавить она будет делать до тех пор пока ты не очнешься не поймешь что надо что есть свобода что есть радость что есть люди которых приятно обнимать и радоваться а не думаешь что ты ее любишь не но она конечно меня хуй сосить но я ее каш люблю женщина как дорогое вино выпил воды мудак ты просто еще ох женщина дорогое вино выбросил бутылку женщина твои отражение женщина это то что ты создаешь своим умом это как ты к ней относишься так она относится к тебе сразу зеркало и пока вот она тех у и соседа гидро дата женился на ней она тебе показывает кто то есть твое отношение к ней она тебе показывают его проигрывает спектакль и ты этого не понимаешь то что ты не открыт перед ней ты не раскрыл свои карты ты не рассказал кто ты о чем ты думаешь что ты любишь о чем мечтаешь какие у тебя комплексы какие у тебя сексуальные есть отклонение они у всех есть ну так скажем отклонение условно она просто так случается в социуме и вот она женщина тебе это показывает что ты со своими мечтами со своей манией величия со своим требованием уважения к тебе потому что ты не маленький ты маленький ты еще мелкий хуесос получай нахуй где блять цветы где подарки где блять шуба где поездки дорогие страны где мудак но наш тоже не знаю там вот в эту роль входит и правильно делать то что этот это то что она отражает в тебе ты в этой роли требовать обижаться и выбирать только тех кто тебя не обижает естественно так сделать первые пару дней а потом тебя начнет уничтожать конкретно цель довести до инфаркта до инсульта вот такой ретрит вот такой опасный страшный то есть вот то что там люди закапывают себя в землю и мощи не снилось это что может что происходит вот с вами с многими из вас которые пишут сейчас находятся в просто кромешном ретрите замужем так сказать с не замужем за женой за женой супружеской связи под женой или женщины которые выбрали себе сильного мужчина он и просто унижает и нравится хотя она и жалуется и нравится быть нижней здесь выбрала себя хозяина которая мучает бьет вот в этой роли нижней ведь я же люблю его ладно мы заговорились так или иначе все это картинки которые отражают вас самих в эти картинки можете наблюдать можете повернуть головы картинка сменится или просто понимать что эта картинка она не настоящая все что вас пугает это это не настоящая это тоже картинка это тоже вот созданная умом некая отправная . некая вот раскаленность да от которой вы и создается жизнь вот это сон попадая вот в это что делать когда вас там тисками сдавливают нашу вырваться невозможно умереть уснуть как говорит гамлет умереть уснуть и видеть сны вот это и есть вы сейчас в смерти в своей вы находитесь в состоянии смерти то что вы видите это сон сон нарисованный вашей смертью умереть уснуть дайте слип на ума не более зависимость от ну а как если у тебя нет секса ты компенсируешь эту дрочкой конечно на наш у нас дома коты тоже дрочит друг от друга трутся сами там это животный инстинкт нужно это сбросить нету женщины кому можешь довериться с кем с кем с кем можешь расслабиться кайфануть расслабляешься сам ты независимость это просто такое тоже ретрит это может затянуться лет на 30 на 40 пока не закончится бензин дрочить покупать цветы это потом плохо да плохо но тебе потом поскольку ты еще маленький мальчик спрашиваешь тебе неплохо купить цветы только с цветами те самому ну приятно вот ты чувствуешь себя комфортно когда покупаешься ты идешь цветами такой долбоеб блять потом тебя нахуй пиздячит за эти твои цветы чё ты мне сегодня никуда нахуй не нужны цветы твой и ей нужны цветы потому что и думаешь и нужны цветы чё нужно то идете покупаете вместе нет нам сюрприз сделать чтобы вот она блять удивилась какой-то классный как вас в детском саду учили маме сюрприз делать чтобы он сказал а ты молодец на туман сделан задачи 0 похвалить а потом ёбнуть что не понимал блять в чем правда а правда в том чтобы ты не ожидал ничего что не надеялся вот эту надежду свою фальшивую потому что вот вы будете вера до вера в бога а вы же не верите ни в бога не верите ни во что вы надеетесь вы надеетесь на бога надеетесь на 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 то что вот что-то будет хорошая надеетесь на то что вы выберете кого-нибудь президента и он сделать вам хорошо надежда только надежда у вас вот эта надежда она делает вас такими паразитами по жизни страдающими причем как человека отблагодарить смысле как за что за то что она тебе дала благодаря как-нибудь что-нибудь какого человека я не какого все должно естественно быть как у того денег заплати и же люди которые что-то те делать тебе идет за деньги не сделали за деньги но это время у меня есть человек который мне просто бесплатно дает некоторые бады до дорогие очень очень редкие настоящие мне тоже неудобно у него это брать все время я его благодарю придумываю по-разному то есть обмениваю с чем-то приношу ему тоже что-то не каждый раз не беру как паразит у него не забираю это еду домой а тоже придумываю какой-то ему подарок сегодня но я ему помимо этого еще некоторые респекты делал участвую в некоторых его мероприятиях как лицо который на который мне очень приятно приходить ну и к тому же надо надо понимать что это да в за обмен энергии которая должна быть сохранена ты не должен что-то забирать а женщины за что-то и должен благодарить внимательно внимательностью и свои благодари и не надо благодарить те что надо компенсировать что то женщины и ты просто находишься вместе и вы не нуждаетесь не в компенсации никто все время в балансе нахождение рядом ваша открытость друг перед другом она самодостаточна вам не нужны сюрпризов и никаких там подношений друг другу приготовил тебе еду и посуду вымой вот как бы не не думаешь это хозяин и король что она и тебе и поесть приготовила и еще и посуду вымола и блять квартиру убрала и а ты сидишь это и все смотришь например как я все время думаю где ты можешь быть во взаимодействии где ты можешь проявить уважение к любимому человеку которая рядом с тобой не только к женщине или к мужчине ты как женщина к маме к отцу который тебя пьет например на ваху и отыграл для тебя эту роль долбоеба и и ты его нахуй бросила как вот в это в роли боты который уже не может остановиться продолжает водку жрать языка у меня отец долбоеб вот и мир такой на тебя уже начинают тоже свою руку готовить чтобы на тебя махнуть люди таким образом уже формирует свою программу чтобы однажды на тебя махнуть незакрытые вопросы с теми как которых ты на которых ты поставил крест или указываешь какой-то к ним не пренебрежение презрение они как раз таки и требует чтобы ты закрыл с ними этот вопрос полностью скомпенсировал простил по взаимодействовал принял это очень тяжелый ретрит на самом деле взаимодействие практика практика с окружающим миром который создается тобой он исходит из тебя как зеркальное отражение это не про непростая такая манипуляция магическая как найти вот эту это устойчивость до чтобы она все время происходил вот эта трансляция без без забвения того что все это ты как только ты забыл она все с начинается сразу кочками покрывается ты падаешь и и больно к себе расшиваешь постоянно что бросил эту осознанность бросил пометование все время помню то есть это практика 24 часа в сутки беспрерывно ты занимаешься медитацией осознанность того что ты есть и ты есть то что ты видишь вокруг то есть это отражение тебя все беспрерывный процесс отражающийся в тех или иных конфигурациях принципах ты все время ум работает через твой мозг как движок как процессор который беспрерывно прогружает эту реальность создавая ее на основе твоих твоих каких-то маркеров внутренних ты постоянно маркируешь чтобы оставалась какая-то навигация до твоего ощущения твои твои эмпирической карты эмпирической эмпирического твоего состояния твоего движения твоего танца на концептуальном понимании все концепции типа пробуждения просветления а сознание останутся только пониманием и ничем не помогут в момент смерти поможет только ясное естественное духовное сознание здесь и сейчас верно я не знаю я не понял что это написал тебе ничего не поможет она если ты будешь искать что тебе что-то должно помочь потому что помогать нечему и нет никакой проблемы и смерть это тоже не проблема там не надо никакой помощи ты просто не сопротивляешься но приходит к тебе естественным образом смерти и ты в нее входишь все как вот новый новый кинотеатр пришел один фильм отсмотрел купил билет на другой пошел или вышел на улицу после фильмов вышел на улице отсмотрел кино и начался друг началось другое кино никогда не замечали что после какого-то фильма особенно очень хорошего вдруг ты идешь как будто персонаж этого фильма как будто ритм этого фильма он еще шлейфом несется за тобой ты выходишь и также начинаешь с людьми другого и общаться как вот в кино и чувствовать что вот как бы со стороны наблюдать за тем как ты говоришь чувствует какой-то кадр на кадром всегда перед тобой оказывается тут сейчас был в кино вышла кино продолжается вот такой удивительный фильм как в котором можно еще снимать фильм еще туда в этом фильме делать еще один фильм он приехала приехала ветрозащита наконец я эту сконструировал какие-то нитками завязал старый поролон забыли положить мне ветрозащита у я ссать хочу просто пипец надо поссать пойти подождете поговоришь с людьми пока молоде ушел и отправил меня с вами разговаривать не буду ничего говорить просто подстоять все будете думать эфир продолжаем тоже я хотел ссать подошло про какой-то ой вас даже прибавилось это хорошо я какие делаю какие мне сегодня захочется в основном конечно хочется типа просто там ручки чтоб были так по приятнее пол пружи ноги нет я не нет я не ем не краю дозинок все володь ем пока ты общалась ты общалась Володя твое отражение не спрашивает а зачем об этом думать ей не надо об этом думать она об этом знает и даже в это верить не обязательно чтобы поверить в это не сможете тоже вы верите в то что ты это ты она это она тут такая вера происходит ну или вот он это он а знание но во все время это пометование об этом и позволяет вам правильно друг с другом общаться правильно это значит не предъявлять претензии не да и все все претензии возникло понимаешь это не ты и что это в это чужой в тебе что это вот эго голос ну у меня такого голоса уже давно нету вообще все что она делает в радость я вот смотрю радующий каждый день уже восемь лет и каждый день неловко то что я на нее смотрю и любуюсь стесняется все классно же что вот эта свежесть она вот как появилась на она не сразу появилась но появилась кого-то пробуждение произошло прозрение ты прозрел и увидел что это ты так ты создаешь эту гармонию с собой будешь будешь что-то пытаться изменить она будет пытаться изменить тебя отпускаешь она тебя отпускает и все вы в радости вдвоем вот эта поддержка и каждый живет по своему какому-то по своим по своей спонтанной хаотичной траектории вроде бы вместе но у каждого какой-то свой путь у опытов на каких-то приобретений каких-то навыков и вы друг другу этими навыками становитесь всегда очень полезными неважно вообще там вкус какое там желание но все потом сливается вместе когда ты не обращаешь на это внимание когда ты радуешься за то что твой человек рядом с тобой индивидуален в чем-то у него свое какое-то есть видение и понимание и ты прям так ух ты это тебе становится интересным все время убирать вот эту шторку которую эго хочет поставить между вами что ты лучше ты всегда хуже ты всегда хуже потому что то что ты создаешь собой реальность она она это лучшее проявление тебя это твое отражение это твой максимум то что является качеством твоей веры самое в наивысшее качество вашего проявления в этой жизни это ваша вера вот что вы верите и то жизнь вам ее сразу транслирует поэтому самые качественные самые максимальные на находящиеся на вашем пике ваших возможностей состояние вот этого вашего проектора оно и выдает и прогружает как вот этот вашу реальность это знание какое знание можно перенять устно не какое-то знание устно не перемене и не перемене и не перемнешь потому что этого знания нету не существует никакого знания сука что-то становилось знание не существует на 30 минут это просто какое-то описание чего-либо это не знание это твоя возможность что-то понимать знание нет никакого есть знание как процесс познания ты входишь в него улуп все что происходит оно для тебя становится тобой ты понимаешь процессы есть ты какое оно отдельно от тебя ничего не существует какое знание можно перенять откуда-то если это все ты есть ничего не перемене в то же время если вы начали увидите что это все вы делаете и меня создаете и то что вы слышите это вообще не имеет к тому что я говорю никакого отношения это ваша способность просто каждый раз вы будете слышать что всегда что-то новое если будете пересматривать например эфир всегда будете слышать если вы открыты к к переменчивости то вы будете всегда слышать многое матрица раздражает напрягает как ее поправить никак ее нет матрицы никто не тебя не раздражает и никто тебя не напрягает тебе кажется ты бредишь это просто бред ты придумал себе что тебя что-то напрягает раздражает и вот как бы уперся в этом и типа наблюдаешь что тебе что-то оно тебе продолжает тебе это создавать то что тебя и смеется над тобой что ты думаешь это матрица ты есть ты себя и видишь везде повсюду нет никакой матрицы ты сам придумал нет никакого вот того что вот прям вот по шаблону это кажется это иллюзия любое шуба любая шубонизация любое вот такое как бы за зацикленность это иллюзорное состояние как и любое состояние оно все и все иллюзорное просто вот пометование том что все иллюзия и несправишься а это тоже иллюзия зачем знаешь все иллюзии все вот как бы гибко как вот восприятием своим начинаешь это делать воображение закрыли глаза начать воображать что-то мир себе какой-то туда пошли сюда как бродилку какую-то зашли в какую-то бродилку там бродить у кого-то это легко легче получается кого-то под алкоголем или под еще вот какими спецсредствами может произойти такое путешествие обычно она естественным образом происходит когда-то засыпаешь ты есть вот воображение также вот это как увидеть что этот мир иллюзии что они настоящие увидеть саму как-нибудь ну кто же тебе будет советовать делать что-то что будет опасно для жизни что может там тебя есть один как бы безопасный способ это медитация насколько тебе лет понадобится и возможно не получится это неизвестно кому кто-то умудрялся там через год проникнуть в это кто-то через 10 а кто-то там и всю жизнь медитирует у нее так ничего не получилось опасные способы показывать не буду советовать это ваше личное дело помоги разобраться как быть в наблюдении может есть какой-то прием с которого вы начали этот путь вот начинаешь наблюдать и все понимаешь все что ты думаешь об этом это как бы голоса шиза смотри где ты не думаешь где нет мыслей поймешь тоже что куб невозможно все фирами думается бери просто выбирай хорошие мысли создавая их например для чего ты хочешь разобраться в наблюдении чтобы стать счастливым правильно счастливым свободным реализованным вот и реализовываю уже смотри что все для тебя весь этот мир это ты все является процесс продолжением твоих мыслей твоих убеждений переживаний веры и он начинает потихонечку понимать что это все как бы галлюцинации они не не настоящие они могут быть какими угодно и вот из меня эту галлюцинацию думала человек плохо начинаем наблюдать ним что-то правильное не надо спорить с ним начни делать так как хочешь чтобы начал делать он все все из тебя ты начал добрые дела к не делать с ним он начинает если ожидаешь что-то он тебя в ответ будет добрые дела он также будет ожидать от тебя будет тебе пердеть морду как ты ему пердишь своими ожиданиями надеждами все делай все бескорыстно все с радостью без того чтобы тебе что-то делали в ответ будь самодостаточен в своем своих проявлениях надо ничего от кого требовать что-то ждать просто делает то что тебе доставляет радость пусть быть честен самим собой все дежурю в морге ночью привезут два оценка это моя фантазия создала реальность да да чувак твоя фантазия создала цинк создала войны создала всю эту жесть которая вокруг тебя сейчас обслуживает твои убеждения твою внутренне вот это несогласие с тем что я говорю так и будет да вот так такой мультфильм ты попал ебанутый ты это все делать твои твои комплексы страхи твои твоя недолюбленность еще какие-то вещи но тебе это нравится это то что тебе нравится 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 вот так делать с трупами работать но это же ничего не я же не обвиняю шивы тоже спал среди трупов обмазывал об обкирал свое тело пип пеплом умерших нормально только что-то страдаешь по этому поводу чё ты ноешь ты же сам себя в морг привел еще сидишь и такой кого-то хочешь пообвинять но это же наркомания если хочешь кого-то обвинить сказать типа это я создал это все это мои фантазии это же не так это вот они и начинаешь кого-то там обвинять и кайфуешь от этот вот это ненависть презрение дает тебе кайфушку ты кормишь свой ум от этой вибрации гормональной и ум начинает дальше еще создавать эти голограммы еще более мерзких и отвратительных ну то что ты считаешь мерзкими отвратительным он их начинает тебе их предлагать на них вот переключиться со своим негативом еще больше обожраться всякими гормонами уж сейчас ты будешь кого-то обвинять потом пойдешь подручишь еще например на порно но мы еще коммунити нахуй пошлюшку мать в морду дашь он тебя обманешь будешь доволен потому что они меня мало я его обманывать ну как-то так мне он трудно судить я вот просто набрасываю разные мысли мы же не в прямую но вот твой такой как бы посыл твоего того что ты написал я чувствую дежурю в морге ночью привезут два цинка это тоже моя фанта моя фантазия до создает до типа вот эту интонация на что я возможно сейчас интерпретирую возможно у тебя не было такой интонации просто дай пофантазировать ты же часто мне такое спрашивают часто именно с такой интонации да тоже нихуя не тоже это все не моя фантазия к сожалению это все реальные люди реальные блять суки пидорасы которые вот это все устроили и вот это начинается кормежка себя опасная опасная путь сам себя тащишь в этот ад в этот морг матрица тебя раздражает смотри ну я согласен что у тебя не было такой интонации я просто сделал ее как вот часто мне хейтеры пишут да ты всем рекомендуешь меня смотреть я не не сомневаюсь что я не прав по отношению тому как я интерпретировал твою интонацию тем не менее а это тоже а это тоже да все такое тоже все тоже а это мы же так далеко можем зайти сейчас ты процент и в морге работаешь про трупы готовить и приводит а можешь пойти и вот начать там в интернете мкин стар еще более страшные кадры мне найти детей там разорвался разорванных пополам это тоже мы будем сейчас и это тоже накачивать себя в дачах и функции любой сыр это сыр мы уже говорили про это помнить любой сыр это сыр осы сыров очень много это же сыр да тут это разве ну и тут тоже сыр да ну вот это это вот сыр который стручками это тоже сыр ну да но он стручками просто поэтому тоже саму блять так я привыкнул сыр вот это круглый да а есть разве еще и блять квадратный есть еще и мягкий твердый это и это я из барата взял барат заебал одного продавца в магазине выходя по прилавку сырному там тысячу видов сыра он про каждый спросил это тоже сыр когда тоже сыр это тоже иллюзия это тоже фантазия как переключаться между своими личностями механически они само по себе захотел переключился то есть ты хочешь как бы представить вот ты компьютер вдруг захотел переключиться компьютер кто-то создал кто-то сделал кто его придумал ему дал память мозги и дал процессы его жизни закачал туда всякие программы еще что ты вот ты живешь этими программами она может тебе что-то прийти еще то есть и компьютер более такое ну обширный чем просто вот то что у тебя дома там ноутбук или что или телефон твой смартфон гораздо больше программ даже может даже до бесконечности они спонтанно создаются сами но не ты создал себя не ты создался компьютер но сама создалось само можно сказать бог создал давай так условно вот бог у того играл он сделал этот компьютер и ты хочешь сам выбирать чтобы она не сама по себе выбираться как закон жизни она сама по себе выбирается а ты хочешь вот взять и вызов богу сделать взять и то есть он твоим компьютером играет что-то там делать а ты взял и переключился на другую программу другу твою мать а ты взял мой хуй нарисовал вместо там что-то он в программе не знаю какой работает там фильм монтирует какой-то сидит а ты ему бац и рубанул его работу ну компьютер самостоятельный стал друг взял начал делать так как он хочет не тебе решать то что ты хочешь не получится то есть компьютер не сможет стать отдельным существом ну возможно если там в него закачать какой-то искусственный разум и нажать кнопку однажды например программу саморазвития придумать какую-то такую вот и так и происходит так и происходит на самом деле но все равно это не то что ты выбираешь то что ты хочешь все то что ты хочешь она уже запрограммирована любое желание твое это уже часть программы ты не можешь ничего выбрать то что ты хочешь но те хотенья хотелки твои они зашиты в тебя зашиты все что ты хочешь это не ты хочешь это так запрограммировано все что ты не хочешь да тоже ты не хочешь не ты не хочешь вот это можно осознать и просто с этим позволить этому быть ты это выключить не сможешь а позволить этому быть ты можешь такой я компьютер отлично и дальше просто можешь сколько всего интересного оказывается ты можешь вы можешь выбирать как бы выбирать из того что предлагается из того что в тебе за зашито запрограммирована такой компьютер ты можешь пользоваться тем что в тебе есть как программы но если брать аналоги с компьютером те не могут вырасти ноги же в настоящие такие руки и ты там что-то начнешь дрочит не сможешь может быть ты сможешь придумать такой компьютер сделать ну то что уже есть она есть программа хочет изменить программу но это тоже программа остается только наблюдать его периодически опять и даже то что тебе остается наблюдать тоже программу что тебе остается что-то наблюдать. Это не ты придумал. Это так есть. Что если ничего не остается, остается только ничего. Тоже как бы... Вот нет. Ты попробуй что-то другое придумать. Это же невозможно. Если ничего не остается, остается только ничего. Правильно? Все. Это программа. Она уже... Дальше не выпрыгнешь. Не сможешь за... ее перехитрить. А ты на интервью переключался. Ты сказал сейчас, включу Эпифанцева, актера. И он пришел. Как ты это сделал? Ты просто играл. Ну, из того, что предлагается. Есть вот актер. Я могу покоревляться, поиграть. Ну, это программа тоже. Берешь и переключаешься через... Из того, что уже в тебе есть. Как берешь и выбираешь. Типа, можешь поиграть в свободу выбора, придя в магазин и выбрать колбасу. Как будто ты выбираешь. А на самом деле, колбаса тебя уже выбрала. Потому что другой колбасы, кроме той, что на прилавке нет... Ты можешь сказать, хуй тебе, блядь. Поеду, блядь, в Германию за колбасой. И поедешь. Потому что вот эта германская колбаса, ты знаешь о том, что она хорошая, лучшая русская. И тем самым она уже выбрала тебя. Как критерий лучшего. Она уже зашита в тебя. Ты уже знаешь об этом. Ты ешь в Германии, думаешь, что сейчас свобода выбора. Покупаешь колбасу и такой довольный ешь. Это все как бы игра. В действительности колбаса выбрала тебя. Германская. Понятно? Все, что вы можете переключиться на что-то. Это то, что у вас есть. Поэтому вы можете поисследовать себя. Обнаружить себе вот эти качества, которые вы еще... О которых не догадывались. А там множество различных волшебных состояний. Совершенно волшебных. Безграничных. Но они уже как бы вшиты. Безграничность тоже вшита в вас. Это понятие. Чудесность, волшебство, удивительность, непредсказуемость. Это тоже все программы. Вот вы с ними можете... И вам будут создаваться эти картинки. Следствие вашей непредсказуемости. Следствие вашего вот этого колдовства. Удивительность. Того, что вы доселе не видели. Это тоже программа. Того, что вы доселе не чувствовали, не осознавали. И вдруг стали осознавать, чувствовать, видеть. Это тоже все зашито уже. Это то, к чему... Что вы способны воспринимать как то, что уже... Как данность того, кто вы есть. Объясни, пожалуйста, твоей личности. Это про... Как костюмы, которые надеваешь на себя. Или это все разные люди. Да это все ты. Это продолжение. Нет, тебя вообще нету. Тебя нет. Ты вот то, что... На что ты... К чему ты подключен. А что у тебя сил хватает? У меня хватает сил. Сейчас вот так с вами общаться. То есть, если будет выбор какой-то кардинально новый путь, выбор на самом деле, это тоже было вшито. Нет, это не вшито. Вот это ты, чувак, попал в точку, блядь. Прям уникальный ты, Домир ты, Абаганаев, блядь. Вот тут ты перехитрил и меня, и себя, и бога. Надо же, блядь, откопал все-таки. Как же так? Вот мы... Нет, это вот то, это не то. Да, да. То есть, если будет выбор какой-то кардинально новый путь, выбор на самом деле, это не то же было вшито. И то, что кажется новым, это иллюзия? Нет, это не иллюзия. Это прям вот оно другое будет. Да, вот прям, блядь. Ты смотри-ка. Сух ты стервец. Поймал нас всех, и бога тоже поймал. Да, конечно, ты не пытался хитро выебнуться. Ты... Потому что ты пытался. Ты уже сейчас хитро выебнулся. Конечно, пытался. Я же вам показываю, что вы... То, что вы пытаетесь, это не вы пытаетесь. Не ты пытался. Оно просто автоматически происходит. Вы вот задаете вопросы на автомате. Подождите, а вот это... Вот эти мысли к вам приходят. Вы же заметьте, что это не ваши мысли. Я уже давно все рассказал, но... Подожди, а вот тогда... И опять какой-то вопрос. Ну, уже все рассказано. А вы думаете, что... Не все. Потому что страшно. А вот еще, если вы перестанете вопрос задавать, ну, вы сразу умрете. Вы тут смерть туда принять боитесь. Когда бы все понятно, отпустил, а вот еще вопрос опять лезет. И вы отождествляетесь с этим вопросом, как будто это вы. Но это не вы задаете. Вы же не хотите приедет в живую программу, просто робот компьютера. Боитесь, страшно. Это сразу смерть. А... А тогда... Вот. И опять защищаетесь, опять прячетесь. Задавая вопрос, опять прячетесь. Ну вот, если себя начинаете еще убеждать, я верю тебе, потому что к этому пришел самостоятельно параллельно 13 лет. Сам себе говоришь же, сам себя убеждаешь в этом. Ни к чему ты не пришел. Ты присти ни к чему не можешь. Ни к чему вообще. Плохие мысли блокирую матными словами. Ничего ты не заблокируешь. Это все что-то наркотиками. Никогда. Ты только можешь принять эти мысли. Сказать, вот они есть и все. Нахуй их блокировать матными словами. Вот она появилась, плохая мысль. Ну смотри на нее. Ее нету. Вот. Просто садишься на нее и начаешь ее думать. Типа. Заметьте, это вот шум, эти мысли, они не ваши. Они просто наваливают. Какие угодно, любые. Лишь бы вы думали, что вы живой. Это хорошо. Но только вот, когда вы понимаете это, вы это начать все принимать. и вот эта вот паника, истерика, она исчезает. Вам мысль говорит, надо поплакать. А вы такой, не плачете. Вот она сама поплакала, эта мысль. У вас, у вас в вашем, в вашем наборе, вот этом, в вашем арсенале, есть возможность поплакать, есть вот так сделать морду, есть так. Все, но гормоны, вот вы смотрите эти гормоны и их восстанавливаете, не даете им захватить вас. Что их нет? Это мысли, только мысли. Они просто летают, какие угодно. И вас нет. Есть только ваше вот внимание, смотрение. Вы на эти мысли смотрите, вы как вот, знаете, как аквалангисты, плывете по, 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 по одному морскому. Ого, но это не вы, все мимо прилегают. Ого, туда. Ого, рыбка. Ого, ракушка. Ого, еще. Ого, выплыли. Вы в смотрении. Вы вот, вы никто. Вы, вот, вас нет, смотрения тоже нет. Вы только то, что, вот, да, вы видите то, что вот есть вы. Блядь. Это не значит, что надо что-то делать, вот из того, что я говорю, ну, что надо делать-то. Ничего не надо делать. Просто рассказываю вам, как оно есть, и все. Делать, радоваться, все время радоваться, смеяться, усыпаться над тем, блядь, вот так оно происходит. Ну, плачь, почему бы не поплакать, если хочешь. Ну, плачь, а босысь. Мне бы не было неприятно. Вот будешь ссать рядом со мной слезами, и, блядь, я тебя пну ногой, блядь. Это приглашение к тому, чтобы тебе пнуть ногой, чтобы тебе сделать еще больнее. А ты почему плакать? Почему бы не поплакать? Что-то тебе конфетку что-ли дадут за то, что ты поплатишь? Тебе так кажется, да, что тебе конфетку дадут. Пожалеют тебя. Почему бы не поплакать? Ну, я люблю тоже иногда всплакнуть, но это же игра всплакнуть на хорошем фильме. Ну, не в жизни же. В жизни ты же уже отплакался. Ты же не маленький же, правильно? Зачем тебе плакать? Почему бы не поплакать, если плакать хочется? Что тебе еще захочется? Тебе ничего не хочется. Это не ты. Это не тебе хочется. Это та же самая программа. Немозможно объяснить, чем является. Возможно. Все возможно. Можешь объяснять все, что угодно. Нет никакого смотрения. Его тоже нет. Это тоже мысль. Ты можешь ее объяснить, как хочешь. по рациону, что я ем сегодня? Буду есть сегодня. А мы еще не придумали. Мы вчера ели котлеты из мраморной говядины. Сами их сделали. Далму делали. Сегодня, может быть, рыбу поедим, может быть, семгу купим. Ты за руку здоровался с Шевчуком. Зачем мне эта информация дурацкая, блядь? И что, ты не моешь эту руку или дрочишь ей? Что ты с этой рукой делаешь? А вот этой рукой я поздоровался с Шевчуком. А он дрочил ей. Он вышел из туалета, подрочил и поздоровался с тобой. Он будет терплять об тебя руку. А ты такой ходишь, что Шевчук-то он тоже дрочит. Думаешь, если он такие песни поет про родину, он не дрочит. Так-то будь аккуратен. В следующий раз, когда с кем-то, особенно со знаменитостью, ему уже трудно вообще справлять нужду свою. Потому что известный ему шлюх не очень комфортно заказывать. Еще на него заявят. что-нибудь предъявят, захотят с него денег. Что остается знаменитости? Только дрочить и здороваться со всеми за руку. Ладненько. Все, пока. Мою подругу вы больше не умеете. Я съел ее. Съел точно так же, как волк съел красную шапочку. но если в сказке победила добро, то у нас в жизни вы не увидите гнуслость. Я съел ее. Что можно к этому прибавить? Ворох старых писем, памяти от дешевых соевых конфетов. за все приходится платить соевыми конфетами. Когда мне становится грустно и душ убередит тоска, я беру в руки эти самые конфеты и ем, 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 пока мне не станет плохо от сон. Когда у меня начинается аллергия, я прекращаю есть эти самые сонные конфеты. Вы спросите, зачем же я их ем? Я вам отвечу. Я их люблю! А теперь советы врача. Огромное ожидание от половой любви и стыд этих переживаний заранее портит женщинам все перспективы. Ну, baby, я хочу выяснить мне одну вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...